содержание и разведение змеоголов красная луна чанна ног с рэдмун я учился на своих ошибках так как не нашел информации в интернете когда нашел информацию о змеоголовых красная луна у меня уже был опыт разведения я убедился что двигался в правильном направлении здесь собрал самые интересные из найденного немного добавил свой опыт содержания и разведения змея голов красная луна один из интереснейших представителей тропического фаунистического комплекса юго-восточного китая в домашних аквариумах для успешного получения потомство необходимо создать условия приближенных к естественным а также имитировать сезонные изменения для нереста змея голов красная луна встречается в окрестностях хэпу гуанси южный китай примечательно что распространение вида почти полностью ограничено относительно узкими регионами характеризующимися влажным тропическим климатом естественные районы обитания характерны зимними мусонами приносящими в период с октября по март солнечную и сухую погоду среднемесячная температура воздуха не опускается ниже плюс 10 градусов в течение года самый жаркий месяц июль плюс 31 33 градуса днем и ночью плюс 25 27 градусов самая низкая температура в январе плюс 15 20 градусов ночью плюс 4 15 градусов осадки обильны с ярко выраженным летним максимумом май сентябрь летом и осенью обычно сильные ливни и тайфуны в последние годы повышенный интерес к содержанию змея головов в аквариумах отдельные виды например змея голов красная луна довольно ярко раскрашенные имеют особый колоритный стиль поведения и повадки хищника это притягивает все большее количество аквариумистов интересующихся содержанием змея головов в домашних аквариумах однако этот вид змея головов не так давно был везен в нашу страну как объект аквариумного рыбоводства поэтому особенности его биологии экологии практически неизвестны аквариумистом кроме того это рыба довольно сложна в содержании а накопленный опыт разведения вида в аквариумных системах в широком доступе отсутствует химический состав воды физиологическое состояние рыбы и цвет грунта влияет на изменение окраски плавников и тела при содержании особей в аквариумах с белым грунтом проявляется большее количество красных оттенков в окраске тела рыбы от розовых оранжевых до алых на нижней части боковой стороны тела при этом брюшная сторона оставалась белый или бело-серой спина преимущественно темно-коричневый иногда черный краб белых пятен и точек оставался отчетливым на черных полосах при содержании особей в аквариумах с темным грунтом окраска варьировала от коричневого бурого буро-зеленого до черного с красноватым оттенком на боковой стороне тела ниже боковой линии белые пятна и блестящие точки на темном фоне обусловившие выбор название вида в данном случае выглядели более эффектно более темные полосы при этом были незаметны либо становились серо стального цвета с блестящими точками количество точек на теле меньше чем в районе темных поперечных полос нерестовая окраска самцов обычно темного почти черного цвета полосы становятся практически незаметными самки во время нереста более светлые темно-коричневых тонов с краснотой по бокам между темных полос когда рыба испугана черные полосы явно проступают на красновато-коричневым или серо-коричневым тоне в период когда змея головы отдыхают окраска тела становится однотонной однако цвет грунта при этом играет немаловажную роль половой зрелости змея головы красная луна достигают в возрасте 1 2 лет при длине тела не менее 20 сантиметров нерест происходит как у лабиринтовых рыб у поверхности воды обычно икру змея головы ногс откладывают вечером или ранним утром на поверхности в растениях аквариума если аквариум недостаточного объема перед нерестом змея головов следует отсадить других рыб змея головы создавшие пару перед нерестом начнут угнетать других рыб в аквариуме иногда доходят до убийства рыб иногда наблюдается порционный нерест особенно у молодых особей с интервалом 1 2 недели до 4 раз размер икринок полтора-два миллиметра икра довольно крупная желтовато-красноватого цвета индивидуальная плодовитость на первом году жизни небольшая около 100 200 икринок при этом выживаемость достаточно высокая ухаживает за кладкой преимущественно самец самка практически не проявляет интереса к икре во время охраны икры и потомство производители питаются неактивно самка более активно чем самец в этот период рыб достаточно кормить раз в два-три дня подмена воды осуществляется раз в неделю выклев личинок происходит на четвертое пятые сутки родители иногда собирают личинок в рот и переносят в гнездо ухаживание за потомством достаточно длительное до достижения мальками размеров 70 90 миллиметров забота о потомстве у змея голову в красная луна проявляется в том числе кормлением молоде родители разрывают крупные куски мяса измельчают во рту и кормят молодь молодь змея головы кормил культурой нематод гриндоля артемии далее мороженый дафней затем переходили на тертую креветку мидию сухие корма подросшую молодь до длины 100 миллиметров родители начинают отгонять поэтому ее необходимо обязательно отсаживать в противном случае наблюдаются случаи поедания собственной молоди подращивают молодь змея головов с применением сухих кормов фарша из дешевых сортов рыбы мясных субпродуктов а в качестве прикорма можно использовать мороженую креветку и мидию использование в кормлении молоди змея головов только сухих гранулированных форелевых кормов отрицательно сказывается на дальнейшей репродуктивной способности будущих производителей в период подращивания молодь необходимо постоянно сортировать поскольку более крупные особи угнетают мелких при содержании и получении потомство змея головы в аквариумных системах необходимо создавать оптимальные условия приближенные к естественным в период подготовки к нересту для производителей необходимо создать условия зимовки снизить температуру воды до 18 и 21 градуса и обеспечить смену воды каждые три-четыре дня 25 процентов объема аквариума рыбы отличаются интересным родительским поведением в течение всего периода содержания необходимо использовать качественные сухие и животные корма предприятия, а затем сухие и змея головы и обеспечить смену воды и обеспечить смену воды. Субтитры создавал DimaTorzok